Здравствуйте, меня зовут Ястребов Сергеевич, сегодня мы разберем задачу номер 31 с сайта Altcode Next Permutation. Нам дан массив чисел, наша задача получить следующую последовательность числа, которую можно сгенерировать из данной, которая будет, грубо говоря, на один больше лексографически. То есть, допустим, если мы взяли все вот эти числа, сгенерировали из них все возможные последовательности, отсортировали их лексографически, нашли, соответственно, последовательность текущую, то мы должны были вернуть следующую последовательность. Если данная последовательность является последней, то есть она самая большая, в данном случае вот, например, 3, 2, 1, то мы должны вернуть первую последовательность, то есть отсортировать последовательность данных чисел по возрастанию. Например, у нас есть 1, 2, 3, следующая последовательность по возрастанию будет 1, 3, 2, то есть мы два вот этих элемента поменяли местами. Если у нас последовательность последняя, то есть она самая большая, то мы возвращаем просто в сторону по возрастанию массив. То же самое, например, 1 на 1, 5, меняли местами, получали 1, 5, 1. Также нас просят это сделать in place, то есть, соответственно, мы не будем ничего возвращать, мы будем менять именно сам массив namus И также просят использовать константную память Эту дополнительную память нам нельзя в данном случае использовать, мы должны обойтись какой-то константой Давайте посмотрим, как, собственно, это можно сделать Давайте сперва напишем решение, потом разберем, собственно, как оно работает Во-первых, нам понадобится индекс i, который будет указывать на последний элемент Для этого мы берем длину нашего массива namus и вычитаем двойку Далее мы будем оперироваться до тех пор, пока у нас i, собственно, больше минус 1 То есть, пока он не дошел до нулевого элемента И при этом namus от i у нас должно быть больше или равно namus от i плюс 1 Если эти условия выполняются, то мы, соответственно, и рекрементируем Далее, если у нас i больше минус 1, то есть, если у нас i указывает хотя бы на первый элемент, ну, ну, любой Либо на какой-то элемент в массиве, тогда мы должны объявить индекс g, который будет равняться и плюс 1 И дальше оперировать, то есть, как мы оперировать в случае с i То есть, while g меньше len от namus, пока у нас g указывает на какой-то элемент в массиве И при этом у нас namus от g больше namus от i Мы и будем инкрементировать g, то есть g плюс 1, 1 Далее, после того, как мы вышли из этого цикла, мы должны поменять местами два элемента Это, соответственно, namus от i и namus от g минус 1 Поэтому делаем обычный swap И после того, как мы вышли из всего вот этого, мы, соответственно, должны сделать последнее действие Сделать reverse, собственно, нашего хвоста То есть, reverse элементов от i плюс 1 Вот, соответственно, namus от i плюс 1 И здесь сделать reverse Давайте пробуем это отправить Отправим полностью В данном случае мы получили довольно хорошие результаты Давайте посмотрим, как это работает Мы взяли пример чуть сложнее из описания Просто, чтобы было нагляднее То есть, допустим, у нас есть вот такая последовательность Изначально i у нас будет указывать на предпоследний элемент, то есть на четверку То есть, в данном случае у нас будет i равная 1, 2, 3, равная 3 Далее, мы будем декрементировать i до тех пор, пока у нас, соответственно, не дойдет до конца В данном случае до начала массива И пока у нас элемент, на который указывает i, он больше следующего элемента То есть, в данном случае у нас i указывает сюда И у нас четверка Указывает на четверку, четверка больше четыреки Соответственно, и мы декрементим Дальше i у нас будет указывать сюда У нас пятерка больше четверки Соответственно, и мы декрементим Далее у нас i указывает сюда, на двоечку Двоечка в данном случае у нас меньше, чем следующий элемент Меньше, чем пятерка Все, и мы получили То есть, после прохождения вот этого цикла, и у нас будет равняться единица, будет указывать на двойку. Далее, соответственно, i у нас является больше меньше единицы, то есть, она указывает на элемент, соответственно, можем видеть g. g у нас в данном случае будет равен двойке, будет указывать вот сюда. Далее, мы иторируемся здесь, то есть, мы иторируемся на этот раз вправо, до тех пор, пока у нас g указывает на какой-то элемент. И пока, соответственно, у нас элемент, указывающий на g, он больше, чем то, на что он указывает i. То есть в данном случае пока у нас то, куда указывает g, больше двойки. В данном случае пятерка больше двойки, g инкрементим. Дальше у нас четверка больше двойки, g инкрементим. Тройка больше двойки, g инкрементим. И в конечном счете g, то есть g равняется после прохождения этого цикла в длине нашего массива. В данном случае это будет 5. Далее, соответственно, мы должны выполнить вот это. То есть мы должны поменять местами i и, соответственно, g минус 1. То есть мы должны поменять местами двойку и тройку. После того, как мы сделаем вот это, мы, соответственно, получим здесь тройку, здесь двойку. И последнее, что мы должны сделать, мы должны сделать, собственно, реверс нашего 100. То есть мы должны взять вот эти вот элементы и отсортировать их в обратном порядке. Как только мы это сделаем, мы получим, соответственно, 1, 3, 2, 4, 5. Собственно, то, что ожидается. То есть что здесь происходит? Во-первых, мы ищем и, соответственно, мы ищем первый элемент, который является меньше. То есть какая часть нашей, собственно, последовательности, она нарушает возрастающий принцип. То есть если у нас идем справа налево до тех пор, пока у нас последовательность возрастающая, как только она пересыплась возрастающей, мы берем элемент. Дальше идем слева направо до тех пор, пока, соответственно, последовательность происходит, ну, меньше, чем вот это, либо до конца. То есть если бы здесь была где-то единичка, мы поставили на ней. Далее мы меняем местами, соответственно, меньше и больше элемент. То есть в данном случае мы поменяли двойку и тройку. И после этого нам надо переносить эту последовательность, потому что она по возрастанию, если мы решали подзадачу, то это был бы вот этот кейс. Соответственно, здесь мы не можем получить никакую последовательность, мы просто возвращаем в бар на порядке. Соответственно, поэтому получаем такой результат, и все работает. В данном случае с поискомплекте у нас будет с константа, то есть мы объявляем только переменные. Может быть, здесь будет с поиском памяти на временный массив. Можно это переписать по-другому, чтобы оно перевернулось без спойной дополнительной памяти. Но мы это сделать не будем. Что касается тайм-комплексти, это будет OAuthN, поскольку мы проходимся по всему массиву максимум в два раза, ну и плюс еще какую-то часть на то, чтобы перевернуть хвост. Но в целом это OAuthN. В принципе, то, что бы нас хотели. Все in place, константная память. И, в общем-то, решение довольно простое, если понять, как оно работает. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии, особенно найти у вас впы и удачные решения данной задачи. А тоже подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить разбор других задач сайта OutCode и разборы по системному дизайну.